Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на моем первом канале. Сегодня 26 июля, 22 год. Все продолжается. Агрессия России и Беларуси продолжается. Продолжается тяжелое противостояние города. По городам Украины наносятся удары и все больше. Николаев, Одесса, Хмельницкий, уже кого только Харьков, кого только не перечисляем. Происло сообщение, что эти оккупанты уже почти подошли или уже взяли, или приблизились к захвату этой углегорской станции, угледарочной станции и так далее. Это, кстати, я так понимаю, актив этого Ахметова. Казалось бы, если это его активы, то он должен был бы миллиардер финансировать соответствующие, мог бы выступать в своеобразной частной военной компании, которая бы набирала людей, оплачивала их, чтобы защищать его частные активы. Но он этого не делал. Он не делал это ни в 2014 году, ни сейчас не делает. Ни при защите Мариуполя, ни этих всех луганских, Донецкой области. Так же, как, кстати, и другие не делают. То есть это, кто так поступает? Да, те, кому они уже свое получили, у них все хорошо. Поэтому, в общем-то, все это Украина эти все, народ Украины, это им, да, так, знаете, сбоку припеку. Так что, Зеленский, ты продолжаешь отдавать территорию Украины вместе с Ермаком, вместе с этим Татаровым. Ну, снимать, конечно, там прокуроров, там кадры менять, это известное дело. Главу там СБУ поменял, убрал Харьковского. Кстати, смотрите Дудина. Очень интересно, он дает материалы, очень такие, они достаточно информативные. Роман, который возглавлял СБУ Харьковской области, он дает по дням, по времени, по... Там есть очень интересный материал, ролик, посмотрите, там как бы что, там вроде как Синегубов говорил, вот, про Залужного, про начале этих столкновений войны и так далее. Вы тогда будете в курсе. То есть, в принципе, так как бы надо, если подкрытая демократичность, ну, у нас все-таки президент, это парламентская президентская республика. Я говорил, выступал, что надо было давно освободиться от этих выборов прямых президента, потому что это только хуже все получается, потому что всегда диктатор-дракон формируется. Каким бы он ни был, еще бы не начинал. Так вот, возьми Зеленский, возьми Ермака и Татарова и проведите открытую дискуссию с этим Дудиным, вот, и узнаем Синегубовым, посадите его два на два в открытом эфире, вот, чтобы они говорили, и народ задавал вопросы, и тогда получится все как-то более правдивое, Зеленский. Ну, я думаю, плюс, я думаю, они сейчас обманули, конечно, Венедиктову, потому что она согласилась, так сказать, не рассказывать, как это все происходило, а зря. Но она неопытная просто, она в этих политиканской кухне этой дряни не разбирается. То есть, я думаю, что это они ее намеки не провели, они всегда так делают, это разводка. Вот с этим Корбаном так же, теперь там этой Кирик, или как там с этой, как этот голос называется, фракция, вроде у нее там есть паспорт еще какой-то страны и так далее. То есть, это все делается такими хитрыми, подлыми приемами. И вот это надо четко каждому украинцу понимать, чтобы ничего такого хорошего от власти Зеленского вы не ожидаете. То есть, и вот эти все вопли этих Ютуб-каналов, Телеграм-каналов, что уже такое идет наступление там в Херсонской области, уже освобождают там, даже не хочу их называть, вы сами их посмотрите, и у них название. Вот уже разгром российских войск, уже нанесли удар, уже вошли в Херсон, уже идут на Донецк и так далее. Это все ложь. И потом дают какого-нибудь там, так называемого, вытаскивают где-то там с рассола этого типа эксперта какого-то, с каким-то там непонятно откуда он вылез. Вот. И он там начинает что-то там с бодуна говорить. Вот потом это, ой, как хорошо, как здорово, как все хорошо получается. А на самом деле это ложь. Вот и Арестович, он как бы задает тон этой лжи. Он очень тонко, аккуратно так все подводит. Вот то, что в Высокополе произошло, что там самолеты российские бомбили, что там что-то не так сделали. То есть это такая иезуитская, очень вытончена, вытончена, ну, такое слово, брахням украинскую, ну, ложь, будем говорить, на могучем русском языке, это ложь называется. Поэтому это очень легко понять. И с Фейгином они, конечно, народ разводят по полной программе. Каждый вечер народ усаживается, слушает эти все сказки Шахерезады, да, Люси Арестович. Ну, нравится, значит, нравится. Люди хотят быть обманутыми. А есть реальность. Реальность очень такая нехорошая. И надо прямо говорить, что Херсонская область не освобождена, даже не продвинулись практически к Херсону. Рассказывают, что там надо больше оружия, что там не хватает, что они там построили и так далее. То есть, как брать Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, как сейчас брать этот Угледар, как эту станцию забирать, как все города забирать, Купян забрали, Мелитополь, Бердянск и все остальное. Тут все нормально. Тут очень быстро. Мариуполь как забрали. Тут все очень быстро. У них все получается. Как только освобождать, начинают байду травить, как это тяжело делать, как это сложно, какие будут потери и так далее. Ну так, у вас есть оружие уже? Поставили вам? Поставили. У вас хаммерсы есть, другие. Ну так прямой наводкой бейте туда, да и все по их позициям. Уничтожайте их. Как они вас уничтожают в Луганской, Донецкой, так и вы их уничтожаете. А раз вы их так не уничтожаете, значит у вас, Зеленский, у тебя есть сговор. Сговор с кем-то? С Патрушевым. Я думаю, с Патрушевым это потому, что он с ним в Омане встречался, на самолете Медведчука. Поэтому я еще раз говорю, что Медведчука они и посадили, чтобы он молчал. Выдать его туда тоже не мы хотят, потому что он там тоже никому не нужен. Но надо, чтобы от него информация не уходила. Вот и все. Вот. Тем более Патрушев настроился все-таки на своего сына. Этот Путин ему типа так выстраивает, вроде как да, но потом он его, как говорится, вомут головой и бритвой по горлу, как тот говорил, и концы вводов. Поэтому не будет этот сын Патрушева, они его все равно, Путин кончит, вместе с этими своими представителями изборского клуба. Нужен им этот Патрушев сынок? Нафига он им нужен? У них совсем другие цели. И вот исходя из их целей, надо понимать ваши действия, дорогие мои украинцы. То есть, что заявил Лавров, еще раз, я вам уже давал это видео, еще раз подчеркиваю, выступая официально в Каире, в Египте, в штаб-квартире Лиги Арабских Государств, там, где были главные представители от каждой страны. Он официально сказал, что ничего мы Украине не отдадим, что вся территория, которая уже захвачена, но они говорят, это освобождена от нацистов, она уже все будет референдум, или там республики сделают, или она войдет в Российскую Федерацию. Вот это четко, публично заявлено. То же самое заявляет первый заместитель Путина по Совету нацбезопасности Дмитрий Медведев. Путин то же самое неоднократно сейчас заявил, заявил. То же самое сказал Лукашенко Франц Пресс в этом самом, в интервью Франц Пресс. Его спросили о Херсонском. Да, это уже забудьте про это. Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую область. Про это забудьте. То есть, вся верхушка, вся верхушка, там я уже не говорю про Володина и про остальных, четко заявляет, что территория Украины, Луганская область, Донецкая, они сейчас заявили, что в августе Донецкую область они уже окончательно захватят. Вот. Луганскую они уже почти всю захватили, там капелька осталась. Вот. После этого, Гайдай никому не нужен будет. Его просто выбросят, как отработанный овощ. Просто отработанный. Мне так нравится, он на безуглую наездил, наехал, обозвал ее. Слышь, Гайдай, ты откуда взялся? Ты кто такой? Безуглая, народный депутат. А ты кто такой? Ты вообще никто, звать тебя никак. Не будет этого, как он называется, Зеленский, Ермака не будет, не будет Тараканова, и тебя тоже не будет. Понимаешь, Гайдай? Тебя тоже не будет, ты никому нафиг не нужен. Ты тот, ты лузер. Ты тот, кто отдал свой город, где ты родился. Ты тот, кто область сдал. Ты можешь губы надувать, бороду выращивать, но ты неудачник. И поэтому ты за это будешь отвечать рано или поздно. Все равно будешь. Зеленский же не пришел навечно. Ну, три месяца, ну, до конца года. Это максимум, сколько он будет. То есть, не будет, как только в ноябре этот Байден проиграет его партия социалистическая, под названием демократическая, проиграет левая партия, выборы в Конгресс. Все. Дальше импичмент Байдену. Зеленский. И ты приплыл, как этот самый. Фанера пролетела, как фанера над Макроном в Париже. Понимаешь или нет? Вы уже кончены. Вам уже осталось всего ничего. Плюс вы же не хотите освобождать территорию, потому что вы находитесь под контролем главных бенецифиаров. Могилевича, Фирташа, Абрамовича, Новинского, этого, как он называется, этот партнер его, боже, их столько, что вообще, имя им легион, да? Ахметова, Кучмы и так далее, и так далее. Пинчуков всяких, Зеленский. Поэтому ваша песенка спета. То есть у тебя ж не зря упало удостоверение президентское, его уронил военный. Понимаешь? Так же было и с Януковичем, я ж рассказывал, и с Порошенко. И у тебя такая картина. То есть тебя все равно армия уберет. А ты не можешь освободить территорию, потому что ты не имеешь права, это тебе запрещено это делать. Тебе четко сказали, что ты можешь там выступать, играть роли, можешь там базлать, принимать президентов, но ты не имеешь права освобождать территорию Украины, Зеленский. Вот и все. Потому что это тебе запрещено. А если не так, увидим, пожалуйста, освободите, хотя бы возьмите правобережную вот эту часть Херсонской области, освободите. Вот бейте, просто у вас есть огромное сейчас количество оружия. Сосредоточьтесь там. И с утра до вечера, два за четыре часа в сутки, наносите удары по их позициям. Они вам известны. Американцы и англичане вам все передают. Вы все знаете. А почему вы не наносите? Потому что вам запрещено. Потому что вы коллаборанты. Вот и все. А если нет, возьмите. Вот и все. Там вы специально рассказываете, как тяжело будет брать. Да не надо ничего. Что там брать? Возьмите плотину немножко, разрушьте. И все. Они сами оттуда сбегут. Нанесите, возьмите удар по этой станции Энергодару. Они сами сбегут, как с Чернобыля сбежали. Но вы не хотите это делать. Снявши голову, по волосам не плачут Зеленские. Ты или будешь это делать, это Лукашенко, ты ж молчишь. Он тебя вообще трет, как говорится, фейсом об стол. Он трет тебя об свои сапоги лицом твоим. А второй, один ему сапог, он твоим лицом оттирает, а второй ермаком. А этот самый Тараканов, у него там сзади подрабатывает. Понимаешь, Зеленский, или нет? Поэтому, ты даже боишься слово сказать. Почему? Потому что Лукашенко имеет того же главного бенефициара, что ты Зеленский. Вот и все. Поэтому, а вы ж трусы по своей натуре. Вы только можете вот так из-под тишка нападать, как на этого Корбана, на Филатова. Вы можете, потому что так только крысы делают. Зеленский в зеркало на себя, поставь рядом ермака, себя поставь и поставь Тараканова. Вот трое, встаньте и посмотрите в зеркало. Да, помните, нечего на зеркало пенять, да? Такая есть басня про мартышку там или про кого. Поэтому, вы, сейчас у вас времени очень мало. Потому что Путин начнет так называемый акт возмездия где-то в августе месяце, Зеленский. 8 августа было нападение на Грузию Зеленский. А потом было нападение Иловайская трагедия. Вот вы из этого и сходите. Сколько у вас времени? Вы с Олегом Соскиным. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин